Мы. Все разные. Разный стиль жизни. Разные предпочтения. И разные цели. Но способ достижения цели один. Финам. Национальный лидер инвестиционных услуг. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала и опытом инвестирования. С Финам вам доступны все инструменты. Для того, чтобы ваши цели стали реальностью. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Изучите физику явления, прежде чем подавать на разводку каких-то лохов в фонде Бортника. Окей, 200 тысяч рублей вы зарабатываете, правильно? Учитывая сделку, которая произошла на прошлой неделе. Яндекс получил в свои цепкие руки проект Uber Eats. Вырастаете раз в 50 и мы с вами поговорим. У меня просьба. Просто просьба. Пожалуйста. Спасибо. Смотрите, если вы будете дослушивать вопросы, которые я задаю, вы сможете на них отвечать правильно, а не то, что вам кажется верным. В бизнесе всегда выигрывает второй. Они сейчас делают грязную работу. У них есть архив такой, от которого вам, боюсь, будет очень дурно. Я обычно ставлю либо на черный, либо на красный. Но я обычно ставлю только черный, черный, черный. Выпадет-то зеро. Вы же понимаете, да? Однозначно. Так что вы пролетите оба. Вижу, что идет подключение следующего проекта. Добрый вечер. Представьтесь, вы в эфире. Добрый вечер. Представьтесь, вы в эфире. Добрый вечер. Меня зовут Андрей Кляев. Наш продукт в области финтеха, B2B. Мы разрабатываем систему контролборовые. Смысл системы – это анализ контрагента. При введении любого бизнеса, одни из главных рисков, которые возникают, это риски, связанные с работой контрагентов. То есть мошеннические действия, падение платежеспособности. И наша система направлена на то, чтобы проводить полноценный финансовый и юридический анализ вашего контрагента, причем снизить как себестоимость самого анализа, так и сроки. Исходя из данных Росстата и системы Spark, рынок сбыта мы оцениваем в 24 миллиарда рублей. Наш продукт ориентирован на компании с большим количеством контрагентов. Это торговые компании, крупные компании, это компании, занимающиеся аудитором, и также финансовые институты, банки, лидинговые компании, факторинговые компании. В чем преимущество нашего продукта? В том, что в настоящий момент на рынке нет аналогов продукта. Второе преимущество, то что для финансового анализа мы используем автоматически погружаемые данные из двух источников. Первый источник это непосредственно сам ваш контрагент, который дает согласие на проведение проверки. И также базы данных государственных органов, такие как ФНС, Арбитраж, Росстат и прочее. Еще одно преимущество, то что в отличие от косвенных наших конкурентов, мы производим анализ как текущего периода, так и прошедшего периода. Слабые стороны это то, что у нас есть косвенные конкуренты, и это очень сильные игроки. И всем известные, это такие компании, как Spark и Counterfocus. Бизнес-модель. Здесь мы ничего придумывать не стали, а решили позаимствовать бизнес-модель у наших косвенных конкурентов. То есть это продажа непосредственно личных кабинетов в систему. Базовый тариф у нас будет стоить 24 тысячи рублей в год. Сама система, в чем ее смысл? В том, что большинство компаний на территории Российской Федерации для ведения хозяйственной своей деятельности используют программу 1С. Вот наша система позволяет удаленно подключаться к 1С вашего контрагента, удаленно автоматически выгружать финансовые показатели вашего контрагента, данные полученные сопоставляют базами данных государственных органов, и выводить итоговое резюме, которое вам приходит в личный кабинет. Сколько инвестировали в проект? Мы инвестировали порядка 600 тысяч рублей в проект собственных денег. В основном эти деньги ушли на разработку модуля удаленного подключения к 1С и выгрузки данных. Какие доходы сейчас у проекта? У проекта сейчас пока, ну так как предпоседательная стадия доходов нету. И в течение трех лет количество пользователей мы планируем довести до 10 тысяч пользователей с выручкой порядка 240 миллионов рублей. Сколько надо инвестиций? 3 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на доработку прототипа и на первые продажи. На самоокупаемость мы выйдем в течение 10 месяцев. На сегодняшний момент у нас в команде 2 человека, и 4 человека работают на аутсорте. Андрей, спасибо большое. Сразу дам слово Диме Калаеву. Отвечает Александр Ройц. Слушай, а что ты не замкнул на Газпром? Как в прошлый раз? Можно облугаться. Смотрите, вообще тема сравнительно горячая. И если вы сможете по данным предсказывать, что вот условно этот контрагент уходит в зону риска, то это отличная история. Это как бы про хорошее. Про вопрос, собственно говоря, что такого вы умеете делать, кроме просто выгружать данные. Ну то есть это же все могут делать. Допустим, какой-нибудь модуль банк, у которого, во-первых, ищет так, или какой-нибудь кнопка, которая просто делает бухгалтерский сервис. Им даже выгружать ничего не надо. Они обладают данными по контрагентам. Они в целом могут просто делать то, что вы запланировали делать через выгрузку уже прямо сейчас. Что у вас есть такого в аналитике, в предсказаниях, еще в чем-то, что вы можете сказать, вот этот контрагент молодец, а вот этот контрагент больше в него денег не давать. Смотрите, ну, во-первых, мы будем создавать, собственно, рейтинговую систему. Это раз. Чем мы отличаемся? Ну, не знаю. В принципе, от конкурентов мы ничем не защищены. Но, тем не менее, довольно большой рынок сбыта, большой рынок для конкуренции, поэтому... Ну, какой-то не очень впечатляющий мне ответ. То есть, вот я бы удивился и порадовался, если бы вы сказали, вы знаете, у нас есть массив информации, который показывает, там, движение по счетам и финансовые показатели, там, условно, 50 тысяч компаний, которые ушли в дефолтную зону. И теперь мы на основании вот их поведения умеем диагностировать то, что происходит с компаниями в реальном жизни. И вот у нас есть такой вот machine learning, который вот как-то в призме умеет определять самые красивые картинки, превращать вашу фотографию в красивую фотографию. А у нас умеет диагностировать, исходя из предыдущего опыта, когда компания впадает в вот это вот состояние преддефолтное. Это было бы, ну, ноу-хау. Потому что, в принципе, то, что вы сейчас предложили, ну, может кто угодно сделать. И, ну, SKB Contour, Spark и те же самые модуль банк и кнопка, ну, как бы, вот они делают это на раз-два. Это первое. Просто подумать про это. Потому что пока я не увидел, почему, как бы, ну, в чем Rocket Science, сложность, да, того, что вы делаете. Это раз. Второе. У вас, конечно, как бы, очень красиво заложены 3 миллиона и выручка 240 миллионов. А сколько вам стоит платящий клиент, по вашему мнению? Вот, условно, тот самый B2B, который пришел и платит вам баненку в течение года. Смотрите, базовый тариф будет 24 тысячи. Не, 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 смотрите. Не он вам платит, а сколько вы потратите на то, чтобы у вас возник платящий. Он же не из воздуха материализуется. Он куда-то должен узнать, что такой сервис есть. Вы потом с ним прокоммуницировали. Он дошел до кассы, заплатил деньги, потом еще заплатил, скорее всего, не на год, а на квартал. Вам надо ему продать еще второй чек, третий, четвертый. Вот сколько ваша цена затрат на то, чтобы такой клиент возник? Смотрите, на сегодняшний момент получается себестоимость работы отдела продаж получается 500 тысяч в месяц. То есть для того, чтобы нам выйти над самоокупаемость, нам необходимо продавать 15 продуктов в месяц. То есть переводить 15 клиентов. Стоп, секундочку, а как вы выйдете на 10 тысяч-то? Поделите, пожалуйста, 10 тысяч на 15 и узнаете, сколько тысяч лет вам надо, чтобы стать таким бизнесом. Это делается, мы считали, это делается с помощью отдела продаж холодных звонков. Ну, смотри, что-то цифры не бьются. Еще раз, давайте сначала умножаем просто 15 на количество месяцев, по 15 продаж в месяц. Сколько вам месяцев надо, чтобы выйти в цифру 10 тысяч? Это там пара десятилетий, это раз. Второе, если мы делим 500 тысяч рублей на 15, то мы вообще-то получаем цифру, которая сильно больше, чем 24 тысячи в год. То есть вы просто планово убыточный делаете бизнес. Смотрите, вы, наверное, меня не совсем поняли. Не, я только на ваших цифрах оперирую. Для того, чтобы покрывать наши ежемесячные расходы, нам необходимо продавать 15 продуктов в месяц. Для того, чтобы выйти на цифру в 10 тысяч клиентов в течение трех лет, нам необходим отдел продаж, стоящий не в штате, а по агентскому договору, стоящий из 20 человек. Которые будут, мы просто делали подсчеты, исходя из воронки продаж по холодным звонкам. И выходили то, что 20 сотрудников отдела продаж могут привлекать порядка 300 продаж в месяц. В год это получается порядка 3600 новых клиентов. За три года это цифра 10 тысяч проданных рабочих кабинетов. Окей, я правильно понимаю, что у вас, вы предполагаете, что у вас будут такие же продавцы, как страховые агенты, вы им платите ноль, они притащили, получили свою комиссию. И вот, как бы, теоретически у вас отдел продаж стоит ноль. Да. Окей, давайте продолжим разговор, когда у вас эта моделька заработает. Андрей, еще такой вопрос. Я, как понял, ни о какой предиктивной аналитике, о чем Дмитрий говорит, пока речь не идет, идет речь о банальной свертле. Если я просто открываю 1С и делаю ту отчетность, которую, к слову говоря, я готов вам показать. Вот как вы подлог такой можете обнаружить? Легальная копия 1С, я просто делаю другую отчетность и даю вам ее посмотреть. Смотрите, непосредственно для этого данные, выгруженные из 1С, мы будем сопоставлять на сегодняшний момент с данными, полученные из Росстата, из ФНС. Но это, к сожалению, только на предыдущие отчетные периоды. Вот. Помимо этого, помимо этого, данные, которые мы выгрузили из 1С, мы выгружаем вам, грубо говоря, на рабочий стол в отдельную папочку, вы это дело распечатываете, сшиваете и отдаете своему непосредственному контрагенту, так как делают сейчас это банки. То есть, когда клиент обращается в банк за кредитом, он выгружает данные из 1С, после чего эти данные он распечатывает, сшивает и предоставляет в банк. А достоверность этих данных, если бы вы предлагали ставить некое клеймо достоверности, это еще была бы какая-то ценность. Просто передавать любую отчетность, неподтвержденную, только что она сделана в 1С, этого мало, поверьте мне. Смотрите, этот вопрос будет решен, когда в России повсеместно будут применять электронную цифровую подпись. На сегодняшний момент такой возможности нет. Есть такая возможность в банках. То есть, грубо говоря, вы отправляете по клиент банку, подписывая электронную цифровую подпись. Окей, хорошо. Ну, Дим, в завершении что-нибудь скажешь? Потапенко. Да, я здесь. А что сказать? Это трудоустройство явное и неприкрытое. А, собственно говоря, здесь нет ничего. То есть, ну, сейчас первое, значит, в любой их организации есть служба безопасности, служба экономической безопасности. Значит, я уж вынужден, конечно, огорчить. Спарк и Понту, мягко говоря, не просто не являются источником информации, это является помойкой. Это все равно что сказать, что данные о компании я искал в интернете и там что-то нашел. Потому что, еще раз говорю, поскольку, ну, так уж повелось, что все понимают, что к Спарку может подключиться каждый дебил, то, соответственно, туда выгружают ровно то, что нужно выиграть. Это первое. Значит, второе. Значит, контрагенты, они сочетаны. То есть, нету такого контрагента, когда Вася Пупкин работает с Петей Ивановым. И для того, чтобы что-то реально провести, проанализировать, вы должны быть хотя бы, ну, так, по крайней мере, обладать степенью аудиторов. Причем аудиторов, так скажем, возраста лет 50, лучше 55, с двумя отсидками, чтобы у вас была хоть какая-то квалификация, и вы могли делать заключение. Ну, и третье. Собственно говоря, коллега тут упомянул, что кто вам, собственно говоря, контрагент отдаст свою собственную отчетную? Ну, вот у нас множество контрагентов. Причем, вне зависимости от того, мы по отношению к ним большие, они по отношению к нам маленькие. Мы маленькие по отношению к большим и далее везде. Мы в свою отчетность никого не пускаем, и никто нам свою отчетность не передаст, тем более за предыдущий период. Сводную дадут, а вот так, чтобы тебе дали отчетности с выгрузкой, мало ли какие у тебя там операции. Где гарантия, что, собственно говоря, через пять минут это не будет лежать на столе у сотрудника Следственного комитета? Поэтому ваша гипотеза, она, извините, ну, не просто глупа, она сквозит просто непониманием, как действует бизнес от слова совсем. Ну, потому что я говорю, ну, вот какой дурак даст другому контрагенту свою отчетность за предыдущие три года, а там будут, извините, все проводки и контрагенты в предыдущие, и через пять минут эта вся история будет в Следственном комитете, либо в налоговиков. Спарк — это помойка, большая, огромная помойка, в которую складывают ровно то, что нужно сложить, для того, что для себя должно понимать. Да даже данные, которые ФНС передаются, все четко понимают, что что туда передается. И бухгалтерская отчетность не имеет никакого отношения к финансовой устойчивости или неустойчивости компании. Уж извините, я как генеральный директор там с 30-летним стажем дарю вам фразу. Оборот, факт — прибыль искусства. Ни при каких обстоятельствах бухгалтерская отчетность не говорит о компании ничего. Примеров тому масса, поэтому, ну, здесь нет ничего. Я еще раз говорю, учиться, учиться, еще раз учиться. И это обычное трудоустройство, парни, ну, тут нет никакой предпосевной. Понятно, что у меня, в общем, комментарий закончился. Понятно. Андрей, ну, я полагаю, что вы, в общем-то, услышали мнение, да, то есть и Дима Калаева, и Дима Морозова, и Дима Потапенко. Я, как бы, останусь вне комментариев, потому что, как бы, данная сфера, она для меня абсолютно, как бы, ну, чуждая. Я, в общем-то, толком ничего не понимаю. Вот, собственно, я так полагаю, что, в общем-то, спасибо вам большое. Вот, я даже, как бы, шокирован, у меня слов ни о чем сказать, потому что, вот, прямо вот, как-то я размалился. Но, как бы, самое главное, Андрей, я думаю, что вы услышали, ну, главное у трех людей. Остальное сделать вам выводы. Возможно, что-то скорректировать, возможно, что-то направить, возможно, что-то соптимизировать. Это будет лучше, чем просто потратить время и тем более деньги. Большое вам спасибо. Вот, ну, а мы ждем подключения следующего стартапа. Насколько я понимаю, у нас он крайний будет, да? Да, мы ждем подключения еще одного стартапа. У нас сегодня их пять. И вообще, мы так как-то уже перешли на формат пять проектов, что, в принципе, всем это нравится. Да, ну, мне тоже понравилось, что-то, знаешь, такая, да, горячая пятерка и вратарь. Кстати, у нас тут товарищ один приехал. Замечательный человек, господин Полехин. Вы не хотите к нам войти в камеру хотя бы на три минутки, передать всем, фанаткам, большой пламенный привет, собственно, я сейчас вам подземляюсь. Ну, а тут крайний стартап, слушай, ну, что там сидишь там типа в телефоне, давай к нам. Здоров. Тут такая банда собралась, что вообще. Друзья, я вам расскажу, почему этот Супермен приехал к нам сегодня, потому что на предыдущем мероприятии ему понравился один замечательный медицинский стартап, который называется MindGenetics. И непосредственно здесь сегодня, здесь сегодня уже были его представители, которые там 10 миллионов, да вообще не вопрос, давайте только там, когда и куда занести чемоданчик, собственно говоря. Он приехал, я приехал, мы втроем накинулись на этот стартап. Он не планировал быть сегодня в кадре, он говорит, нет, нет, Вайнстаня, тут там, типа, письма пишу, но потом он раскрайний. Да, 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 я не представляю уже этого дела. Но, раз ты здесь, ну, пару слов для наших коллег, пока делается нас соединение с другим стартапом. Ну, как обычно, независимо от того, что мы все здесь думаем, вы можете доказать обратное просто какими-то метриками. Поэтому удачи вам. Спасибо большое. Ну, если хочешь, вставай с нами, если там какие-то дела, то, в общем, мы все, давай. Слав, мы все в кадре, да? Отлично. Что у нас там с стартапом? Может, он заснул? А, есть сидение, да? Сейчас, отлично. Круто, что ты приехал. Вообще, это такая, знаешь, как традиция. Я уже считаю себя, что тут есть такой ресурс, называется, этот, медиаметрикс. Мне кажется, мы тут свой такой уже создали, да, что там, пока там настройка, у меня пришла очередная галлюцинация, как любит Дима говорить, про галлюцинации. Я вчера заехал в Чайхану номер один. Это была реклама, на Савинской причем, возле Соха. Кстати, Сох скоро откроется, кто не знает. Суть не в этом. У них просто потрясающая барная стойка, знаешь, вот барная стойка, потом сцена и потом огромные экраны. Я говорю, слушай, говорю, а доски вы работать, он такой, до 12. Я говорю, а что если мы с 12 часов здесь организуем стартап-курилку? Вот прям сяем за барной стойкой, ну, нальем себе, кто что хочет, выпить там на машине, за рулем и так далее. И будем просто смотреть на большом телеке всякие разные международные стартапы. Или вообще просто там шерстить какой-нибудь там YouTube, Facebook или что-то. И прямо вот как в курилке. Помнишь, раньше была такая там курилка? И что-то тра-та-та-та-та в 12 ночи. Вот как вы думаете, коллеги, такой вот формат мероприятия был вам интересен? Ночной формат, скажем так, да? Ну, что девчонок притащил в таких фильме, знаешь, там, откуда вы там думаете о волчении, что-то понимаете. Ну, вторая смена такая. Стартап-вторая смена. Ну, и не все успевают за день что-то. Почему нет? Ну, в целом, если она будет курилка, сигар или кальянов, тогда да. Не знаю, стартапы, главное, если там сигары и кальяны будут, уже можно, как бы, встречаться. Ну, или виски и водка также.